Чтобы совершить интересное, насыщенное впечатление, путешествие по Самарской области совершенно не обязательно к нему готовиться и часами искать в интернете информацию о достопримечательностях. Достаточно купить билет до Самары. В аэропорту путешественников встречает туристский информационный центр. Вот с таким табло, где в специальной программе собраны 150 предложений различных экскурсий и фестивалей. Вот, например, нас интересуют события Самарской области. Выбираем время года – лето. И ищем самый интересный фестиваль на август – Сызранский помидор. Здесь можно ознакомиться с информацией и забронировать тур. На создание интерактивной тур-системы программистов из Тольятти вдохновили красоты родного края. Самарская область славится экотуризмом. В прошлом году национальный парк Самарской Лука посетили более 250 тысяч человек. И среди экскурсий, заказанных через новую программу, пока наибольшим спросом пользуются поездки в Жигулевские горы. Хорошим спросом пользуются событийные туры, однодневные. То есть, та же Жигулевская вишка, Сызранский помидор, на которые тоже достаточно большое количество просмотров и проникновений. Кроме Самарской области, в списке еще 17 регионов России, где можно заказать экскурсию, выбрать гостиницу или готовый турпакет на несколько дней. Планируется, что к февралю следующего года в системе будут все туристические точки страны. Наибольшим спросом такая навигация по предложениям туроператоров будет пользоваться во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Маршрутов очень много и система позволяет их сконцентрировать в одном месте и предоставить уникальный и удобный ресурс по их выбору и бронированию. К Чемпионату мира система будет развиваться и получит несколько языков, так как, например, у нас уже в настоящее время в рамках развития информационной системы есть и двуязычные указатели по городу. Сейчас в Самаре создают единую туристическую навигацию. Павильоны информационных центров уже работают на вокзале и в аэропорту в планах открытия туристического центра в исторической части города. Подготовка к приему большого числа гостей Самары продолжается и в аэропорту Курумыч, добраться до которого теперь можно быстро и с комфортом на аэроэкспрессе. Важным этапом в развитии всей транспортной инфраструктуры, которая имеет принципиальное значение при большом скоплении туристов, это запуск аэроэкспресса, который состоялся буквально два дня назад. До этого добраться до города удобнее всего, конечно, было на такси и на личном транспорте, но сейчас эта проблема, по крайней мере, в отношении Самары частично снята. В аэропорту идет реконструкция еще одной взлетно-посадочной полосы. Перона у старого терминала строятся дополнительные места стоянок для воздушных судов, что позволит через два года принимать еще большее количество самолетов из самых разных стран мира. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.